Дорогие друзья, одним из первых вопросов, которые я получила на WhatsApp, был вопрос по поводу встреч с подписчиками. Будут ли они в этом году? К сожалению, в этом году или к счастью, я не знаю, решать вам, встреч с подписчиками не будет в том формате, в котором они были в прошлом году. Но в этом даже есть плюс. А знаете почему? Потому что вы можете приходить к нам в офис и мы можем общаться лично. В описании к каналу есть ссылка на то, где находится наш офис. И, конечно же, приходите, пишите на WhatsApp и приходите в наш офис на кофе, на чай. Будем знакомиться лично, общаться. Мне кажется, это тоже очень интересно. И, конечно же, многие из вас приходят к нам в офис и мы общаемся, знакомимся, обсуждаем какие-то интересные темы. Поэтому, если вы были у нас уже в офисе, напишите в комментариях, приходили вы или нет. Ну а если вы еще не были, обязательно приходите. Будем очень-очень вам рады. Пишите на WhatsApp и договоримся о встрече, чтобы было удобно и вам, и нам. Также очень популярным вопросом является вопрос по поводу трансфера. Что-то сегодня разъездились у нас здесь машины везде. Да, очень популярным вопросом является вопрос по поводу трансфера, когда вы приезжаете, прилетаете в аэропорт Газипаша или в аэропорт Анталии. Так вот, из аэропорта Газипаша есть несколько вариантов. Первый вариант. Если вы прилетаете регулярными авиалиниями, Пегасус или турецкие авиалинии, вы можете воспользоваться трансфером Хаваш, автобусы стоят на выходе. Также из Алании, когда вы улетаете, можете сесть на трансфер и доехать до аэропорта. Стоит он 20 лир. Если вы прилетаете чартером или какими-то другими авиакомпаниями иностранными, то берите трансфер. Был такой комментарий под видео, что можно дойти до трассы и взять обычный автобус. Мне кажется, это не очень удобно, тащиться с чемоданами до трассы, там порядка полтора-два километра. Поэтому берите обычный трансфер и вас довезут до вашего места пребывания. Мне кажется, это наиболее удобный вариант. Если вы прилетаете в Анталию или вам нужно поехать в Анталию, также можете воспользоваться трансфером из Алании в Анталию или из Анталии в Аланию. Также был комментарий о том, что можно сесть на автобус, доехать до дороги, которая идет на аэропорт и там сесть на такси и доехать. Или дойти даже пешком. Также можно доехать на автобусе до трамвайной остановки, до ближайшей, сесть на трамвай и доехать до аэропорта. Но мне кажется, это не очень удобный вариант, если вы летите с багажом, если у вас не одна маленькая сумочка. Поэтому мне кажется, лучше всего воспользоваться трансфером. Поэтому пишите обязательно в комментариях, чем вы пользуетесь. Мы в основном пользуемся, конечно же, трансфером Хаваш, потому что мы всегда летаем из Газипаши, авиакомпании Pegasus. Да, и кстати, в эту пятницу, 24-го числа, 24-го, 25-го, 26-го мы будем в Стамбуле. Поэтому, если вы в Стамбуле хотите встретиться, также напишите на WhatsApp. Большое спасибо вам, друзья, за то, что привозите нам всякие разные вкусняшки, подарочки. Без них бы мы точно не выжили. В общем, огромное вам спасибо за то, что думаете о нас и привозите нам много всего вкусного. И радуете нас, надеюсь, как и мы, радуем вас своим видео. Поэтому еще раз приглашаю всех в наш офис. Добро пожаловать. Будем рады всем. Одним из частых вопросов, наверное, самым частым вопросом является вопрос по поводу сим-карту, какого оператора купить сим-карту и так далее. Насколько я знаю, для иностранцев, приезжающих в Турцию, есть определенные пакеты. Сим-карта стоит порядка 70-80 лир и 1 гигабайт интернета, ну, что-то порядка 10 лир. В принципе, пакеты так или иначе у всех операторов по одинаковым ценам. Есть оператор Turkcell, есть оператор Turk Telecom. Я, например, пользуюсь Turkcell, OEHANA Turk Telecom. Turkcell немного дороже, Turk Telecom чуть дешевле. Поэтому, если вам нужна сим-карта интернет, заходите в офисы операторов, смотрите пакеты и выбирайте то, что вам необходимо. Есть, как я уже сказала, определенные пакеты для иностранцев. Не забудьте паспорт. И я думаю, что никаких проблем с покупкой сим-карты у вас точно не возникнет. Также очень популярным является вопрос про транспорт и про отель. В одном из прошлых видео я сделала достаточно подробный обзор по поводу транспорта с очень полезными ссылками. В описании к этому видео также оставлю ссылку на это видео. Поэтому, если вам нужен транспорт из Алании, ближайшие районы, садитесь на центральном автовокзале в районе Алании, в районе Пятничного рынка. Если вам нужно уехать в какие-то другие города, то идите на автовокзал, который находится в конце города. Все ссылки на вокзале также есть в описании к видео про транспорт. И едьте в тот город, в котором вам нужно. Если вы находитесь в ближайших районах Алании, то садитесь на остановке в сторону Алании и приезжайте в центр Алании. Я думаю, что с этим тоже вопросов не будет. И также является популярным вопрос про отели. Как мне пишут название отеля и спрашивают, как этот отель, а как тот. Друзья, поскольку я живу в Алании, я не нахожусь в отелях как турист. И дать объективную оценку я не могу, потому что я там не нахожусь, не купаюсь в бассейне, не кушаю, не хожу на завтрак, обед или на ужин. В описании к моему видео есть ссылка на отели. Обязательно смотрите, потому что я тоже на этом сайте всегда бронирую отели. И обращайте внимание на отзывы. Какая-то грандиозная стройка у нас там идет. Да, обращайте внимание на отзывы. И мне кажется, это наиболее... Мне кажется, это лучший вариант, по которому... Лучший критерий, по которому вы можете сделать вывод о том, останавливаться в этом отеле или нет. Здесь я вам, на самом деле, не очень хороший помощник. Единственное, что я могу сделать, это только сделать обзор отеля, в котором мы находимся один или два дня. Также можно объединить три вопроса в одну группу. Это аренда, покупка недвижимости и работа. Если говорить об аренде и о покупке недвижимости, если у вас есть такая необходимость, вы можете написать мне на WhatsApp по поводу работы. Приходят такие сообщения. Мне столько-то лет, я хочу приехать работать в Турции. Или помогите мне найти работу. Друзья, я хочу вам сказать, и я всегда пишу, мы не предоставляем услуги по поводу работы. И если вы хотите работать в Турции, то вы должны работать с рабочей визой законно. Рабочую визу может оформить только работодатель. Поэтому сначала нужно найти работу, договориться с работодателем, подписать контракт и оформить рабочую визу. И только тогда уже начинать работать законным образом. Поэтому все, что касается, как я уже сказала, аренды недвижимости и покупки недвижимости, вы можете мне написать на WhatsApp. Есть несколько компаний, которым можно доверять, которые заботятся о своих клиентах. И если вас интересует недвижимость, я смогу вам отправить контакты этих компаний. Ну а по поводу работы, как я уже сказала, у меня на канале также есть видео по поводу работы. Был прямой эфир, мы делали. Это все такие серьезные вещи. И в Турции легально можно работать только с рабочей визой. Поэтому я призываю вас работать только легально. Также многие пишут на WhatsApp и в комментариях к видео, что посмотреть, куда сходить. Если вы приезжаете первый раз в Аланье, обязательно сходите на набережную, посетите Красную Башню, поднимитесь на крепость, на канатной дороге. Обязательно съездите на Дымчай. Ну и, конечно же, судоверфь. И прокатитесь вокруг Аланьи на яхте. Яхт-туры с 10 до 5 часов. Можно искупаться в море. Это шикарное времяпрепровождение. Поднимитесь на террасу на самый верх, прогуляйтесь до маяка, набережная. И, в общем, очень-очень много достопримечательностей. У меня на канале есть видео по этому поводу. Ну и, конечно же, вы спрашиваете о страховке. Если вы приезжаете сами без тура, обязательно оформляйте страховку в России. Ну или страховку можно также оформить и онлайн. Мы всегда пользуемся компанией Альфа Страхование, когда приезжает кто-то из России. Эта страховка в прошлом году очень хорошо покрыла всех врачей и все медицинские услуги, которые нам были нужны. Поэтому заботитесь о своем здоровье. Страховка стоит недорого. Оформляйте и не будете беспокоиться о том, если, не дай бог, что-то случится. Это очень важно. Также нередко приходит вопрос о том, где лучше покупать на рынке или в магазине специи, лукун, сухофрукты и так далее. Друзья, я всегда придерживаюсь такой точки зрения. Вы пройдите, посмотрите цены, посмотрите ассортимент, потому что в магазине не всегда бывает то, что есть на рынке. Поэтому просмотрите ассортимент цены, а потом уже, конечно же, определяйтесь, что лучше покупать и где. Все зависит от того, что вам нужно, в каком количестве и, конечно же, какая цена вас устроит. Ну и самый главный вопрос, самый главный вопрос, который задают многие из вас после того, как посмотрят мои видеообзоры о различных товарах, магазинах и так далее. Если вы бываете в Турции, вы знаете, что здесь можно приобрести очень качественные, красивые вещи по низким ценам. И многие из вас задаются вопросом, задают мне вопрос, можете ли вы прислать нам по почте. Поэтому, дорогие друзья, если прислать по почте 1 кг, то это достаточно высокая цена, порядка, по-моему, 150 литр, я точно не знаю. Но если вы хотите, я могу сходить на почту, узнать, сколько будет стоить килограмм. В прошлом году мы узнавали. И 5 кг, после 5 кг начинаются более или менее адекватные цены. Что-то порядка 200 лир. 200 лир – это около 2000 рублей. Ну, естественно, это почтовый пересыл. Он будет идти достаточно долго. Может, неделю, может, две. И это не простой карго-компания, которая очень быстро доставляет товар. Поэтому, если вам действительно интересен вопрос карго, почему я говорю о том, действительно ли вам интересен вопрос карго, потому что мы пытались сделать магазин в Инстаграме, но ни одного заказа не последовало. Люди сначала хотят-хотят, спрашивают, а потом, когда мы выкладываем товар, никто не задает, не просто не покупает, но не задает даже вопросов по поводу товара и по поводу карго. Поэтому подумайте действительно, если вам действительно нужен пересыл, то мы озадачимся этим вопросом и попробуем как-то наладить пересыл из Турции в Россию, в разные города России. Я надеюсь, что я охватила более или менее все вопросы, которые пришли на WhatsApp. Солнце еще не село. Сейчас порядка 5 часов вечера. И напишите комментарии, нужно ли делать эту рубрику «Посиделки на балконе». Вот такая вот у нас здесь классная качалка, качели. И нужно ли делать такую рубрику? Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите на WhatsApp, и я вам отвечу лично на WhatsApp. И в следующем видео также озвучу вас вопрос. Возможно, он также будет интересен кому-то, и ответ на этот вопрос будет тоже важен для кого-то. Вот такое вот разговорное, нетипичное для меня видео у нас появилось. Но мне кажется, это тоже актуально, поэтому раз в месяц я буду рада отвечать на ваши вопросы. Также вопросы можете писать в комментариях, и писать комментарии, насколько вам было интересно это видео. Друзья, добро пожаловать в Аланию, добро пожаловать в Турцию. Сегодня у нас было 25 градусов, немножко дымка, и я надеюсь, что вы приедете в Турцию и в Аланию этим летом, увидите все наши красоты, ну и, конечно же, скупайтесь в море и отведайте свежих фруктов и овощей. Ну, а на сегодня всем всего хорошего, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok